Еще месяц назад на этом месте было чистое поле, а сейчас грандиозное сооружение 80 тысяч квадратных метров. Новая инфекционная больница. И это даже не больница, это город. На участке 40 гектаров поселение Вороновское построили 50 одноэтажных зданий и 14 секций общежитий в несколько этажей. Обычно, чтобы возвести такое вместе с коммуникациями, уходит года три, а здесь месяц. В строительной практике России ничего подобного еще не было. Объект важнейший, и, конечно, такие короткие сроки сделать его было практически невозможно. Но, тем не менее, строители справились со своей задачей. Здесь работало более 300 строительных подразделений, организаций. Можно сказать, что строители совершили подвиг. Это называется строить всем миром. Не по очереди, а одновременно, круглосуточно трудились 11 тысяч строителей и полторы тысячи единиц техники. Представьте, все должно было работать как часы. С нами были приняты решения, организационные, технические, финансовые, для того, чтобы это все ускорить в десятки раз. Скажем так, система управления, которая позволяет одновременно десятки тысяч параметров держать в голове, на бумаге, в компьютерах, позволила запараллелить колоссальное количество операций, которые при стандартном режиме исполнения невозможно сделать. Ежедневно на площадку приезжали более тысячи грузовиков. Привезли более 200 тысяч кубометров песка, 14 тысяч кубометров бетона, полторы тысячи тонн арматуры и 6,5 тысяч тонн металлоконструкций. 280 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей. Это быстро возводимые конструкции. Для вас самое сложное, что было? Самое сложное было, это заставить людей поверить, людей, руководителей строительных организаций, их подчиненных, менеджеров, инженеров, самих строителей, в то, что эту задачу возможно выполнить в такие сроки. И они в какой-то момент сами стали верить, что это возможно. Вот в этот момент переломный, он наступил буквально в первые сутки, двое, трое. Никаких коммуникаций в поле, естественно, не было. Например, для того, чтобы в больнице появилась вода, пробурили три артезианские скважины. Вот одна из них, глубина достигает 170 метров. То есть после того, как вода поднялась с глубины, она поступает вот в это здание. Да, она поступает в здание водоподготовки. Система обратного осмоса, к слову, это российское оборудование, делает воду питьевой. 1250 кубометров в сутки, что на четверть больше потребности больницы. После использования воду ждет не одна степень очистки. Первая система стоит непосредственно в зоне самой больницы. Стоит обеззараживатель, который ведет обеззараживание за счет хлоросодержащих реагентов. И после этого через систему канализационных насосных станций сточная вода подается к нам на очистные сооружения, где повторно идет очистка воды. Пройдя двухстадийную очистку и обеззараживание автоцистернами, вода вывозится на главные сооружения в Москве. Чтобы все заработало в срок, трудились круглосуточно. Одни специалисты бурили скважины, в это время другие монтировали оборудование. По принципу, когда работают все и сразу, решал задачу и Мосгаз, который должен нагреть воду. Там, где дорог нет, по весенней распутице за рекордные две недели протянули 15 километров газопровода высокого давления. Были какие-то определенные наработки уже в рамках схемы газоснабжения Троицкого на Московского округов. И взаимодействие с коллегами, с Газпромом, с Газпром-Трансгаз Москва, нам быстро дали решение по присоединению к ГРС Михайловска. И как надежный источник. Важно, чтобы вся инженерия, которая здесь собрана на площадке для такого ответственного центра, она должна быть надежной. Пока строили газопровод, кипела работа над котельной. Обычно объект мощностью в 15,5 гигакалорий в час строит полгода. Справились за три недели. Скорости добавило то, что основные узлы оборудования, тоже российского, собирали на производстве, а здесь соединяли, в том числе силами сварщиков, победителей чемпионата мира. Работают котлы, работают на ту нагрузку, которую сегодня принимает медицинский центр. Вот этот самый большой котел, он находится в резерве. И, конечно, ничто не будет работать без электричества. Тем более в больнице много энергоемкого оборудования. С привлечением почти 1300 человек, персонала, подрядчика, в том числе и нашего, порядка 60 единиц техники, проложить 80 километров кабельных линий. При строительстве и по электроснабжению данного комплекса были использованы самые современные оборудования, самые современные цифровые защиты, цифровое управление. Особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности. Ближайшие жилые дома через 250 метров, что в 2,5 раза больше сан-зоны, которая необходима. А МОЗ «Водосток» построил систему отведения воды и систему обеззараживания стоков. Так, что это такое? Что мы видим с вами? Мы сейчас с вами видим последнюю, уже завершающую ступень очистки воды. Это система ультрафиолетового обеззараживания. Вся система выглядит как огромные подземные емкости, 15 метров в длину и выше человеческого роста. Старались максимально использовать отечественную оборудование для того, чтобы в кратчайшие сроки построить и запустить этот объект. Мощности здесь хватит, и даже если будут увеличения площади больницы, эти сооружения, они спроектированы с запасом. А еще в кратчайшие сроки построены дороги. Вертолетная площадка, проведено освещение, налажена связь. И люди сделали? Невозможно. Они сейчас говорят, что мы... Возможно. Вот он. Готов. Ну да. Ну да. Вот такой он строительный подвиг. Но построить это еще полдела. По такими лозунгами строители работали, понимая свою задачу, важность, свою работу, которую они проводят. Теперь слово за вами. Мы не подведем. Спасибо большое строителям. Я могу вам сказать, что они действительно совершили подвиг. Теперь дело за нами, уважаемые коллеги. Мы не подведем. Еще до того, как больница приняла первых пациентов, врачи показали, в каких условиях будет проходить лечение. Индивидуальные боксы в приемном отделении. Размещение тоже в боксах двухместных, но при необходимости они станут трехместными. Одноэтажное строение позволяет завозить пациентов через шлюз с улицы. Это исключает их перемещение внутри больницы. Наша основная задача сегодня – минимизировать инфицирование персонала. На территории чистой зоны имеется диспетчерская, из которой осуществляется полный контроль за деятельностью нашего центра. В стационаре 800 коек можно расширить еще на 100. Каждая койка трансформируется под реанимационную. В самой реанимации 345 коек. Отдельные блоки операционных, оснащенными рентгеновской С-дугой. Диагностический. И своя лаборатория, позволяющая делать 4000 тестов в сутки. Сегодня в нашем центре имеется 4 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигинации. Это самый сегодня современный метод помощи при тяжелой легочной недостаточности. В целом для больницы закупили около 100 тысяч единиц оборудования, в том числе почти 27 тысяч медицинского, а также защитные костюмы. Компьютерные томографы, мобильная рентгеновская операционная, десятки аппаратов ИВЛ, устройство насыщения кислородом, подачу которого обеспечивает собственная станция. Герметичная система вентиляции помешает зараженному воздуху попасть в соседнее помещение и во внешнюю среду. Система, так сказать, инактивирует 99% микроорганизмов. Все технические решения, которые здесь применены, они очень эффективны. И те люди, кто принимали участие на этапе проектирования, а оно шло фактически на ходу, обсуждения были очень серьезные с коллегами из департамента здравоохранения, с коллегами из наших лечебных учреждений, Роспотребнадзора. Здесь применены очень грамотные логистические решения, очень мощная система обеспечения жизнедеятельности человека внутри, его защита, специализированные вентиляционные установки. То есть концентрация технических решений здесь, на этом объекте, очень высокая. На схеме видно, где находится жилая зона, а где зараженные коронавирусом. Чтобы туда попасть, нужно пройти через сам пропускник. Он построен по такому принципу, чтобы разделять потоки, как в аэропорту. Мощность – 1400 человек в сутки. Поскольку больница находится далеко от города, персонал – 1300 человек. Здесь может жить постоянно, в комфортных условиях. Душ, туалет – все есть. Есть бытовая техника, а размещение происходит в двухместных или одноместных номерах. Столовые обещают готовить вкусно и разнообразно. Интересная деталь. Строители собрали свои фотографии с видами России и устроили небольшую выставку. Жизнь на территории инфекционной больницы – это, конечно, не только работа, работа и еще раз работа. Отдыхать тоже необходимо. Пожалуй, это единственная в Москве спортивная площадка на открытом воздухе, но на закрытой территории. Для тех, кто борется с коронавирусом. Медперсонал новой больницы, а это почти тысяча специалистов, уже прошел стажировку в стационарах Москвы, где принимают пациентов с коронавирусом. Штат будет пополняться. Инфекционная больница, безусловно, станет источником новых знаний. Обмен опытом и новейшее оборудование. Например, такие роботы-симуляторы помогут обучить медперсонал. Доктор, я плохо себя чувствую. Ну, совсем как живой. Он может имитировать огромное количество клинических сценариев, при которых могут обучаться студенты. То есть он будет реагировать на разного рода введения препаратов, реагировать на аускультацию, на пальпацию. Вообще-то роботы ценой несколько миллионов рублей сделаны в Казани для американского рынка. Но из-за пандемии туда не попали, а пригодились там, где родились. Уже в ближайшие недели международный медкластер Сколково планирует здесь обучить более тысячи врачей. Постепенно сформируется некий центр компетенции, который сейчас у нас есть в коммунарке. Постепенно и здесь сформируется такой же центр компетенции, я думаю, федерального уровня. Это за государственный счет, но в итоге это окупается спасенными жизнью. Получается, инфекционный центр только начал работу. А для многих уже принес серьезный опыт, который будет неоценим в будущем. Опыт, который здесь приобрели и подрядные организации, и управленцы, и подразделения правительства Москвы, мы, конечно, будем применять на других стройках. И уже, в принципе, указание Сергей Семенович Собянин дал на то, чтобы мы объекты здравоохранения начали строить в ускоренном режиме, в том числе, скажем, имея некий опыт уже взаимодействия и с поставщиками оборудования, с изготовителями инженерного оборудования. Поэтому, конечно, опыт великолепный. Будет не лишним еще раз подчеркнуть, что больница, не временное, а капитальное сооружение, прослужит десятилетия. А значит, после победы над коронавирусом она принесет еще немалую пользу для борьбы с другими инфекциями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова